О чём не сказала Тафти? Вадим Зеланд. Косица 1. Как только наступает необходимость подсветить надвигающийся кадр, в голове появляется образ. Далее я повторяю словами и подкрепляю всё это приятными ощущениями. Сначала надо активировать косицу, а потом на экране уже рисовать образ или проговаривать в мыслях. Такой порядок. Насколько важен вопрос веры в то, что подсвечиваешь? Не то чтобы я сомневаюсь в своих желаниях, но иногда в зависимости от настроения такие мысли приходят в голову. Вера придёт потом. Сначала делайте. Тафти потому и рекомендует практиковаться почаще. Во-первых, косицу развивать, а во-вторых, прошивку, ментальный шаблон менять. Когда многократно проверите, что косица работает, тогда и поверите. Скажите, есть ли техника безопасности или рекомендации при работе с косицей? Что можно, а что нельзя? Подробнее о косице читайте в главе «Косица с потоками» из книги «Тафти жрица». Когда только определяете свою косицу, возникают разные ощущения. У многих свои. Могут быть временные дискомфортные ощущения, но они вскоре уходят. Ничего такого страшного, чтобы говорить о технике безопасности, пока замечено не было. Стоит ли активировать косицу во время молитвы? Или сила молитвы не нуждается в усилении с помощью косицы? Не мне об этом судить. У меня нет духовного сана. Но мне кажется, если вы обращаетесь к Богу, Он вас и так услышит. А вот если обращаетесь к реальности, точнее намереваетесь ее изменить, тогда косица значительно усилит ваше намерение. У меня две проблемы. Не могу долго, сосредоточенно представлять свою цель и представить косицу. Если есть алгоритм, напишите. Долго представлять свою цель нет необходимости. Техника косицы рассчитана на короткие моменты сосредоточения на целевом кадре. О том, как представить косицу, читайте подробнее в главе «Косица с потоками». Вопрос. При подсвечивании кадра цели нужно подсвечивать только один кадр или можно один, второй, третий? Ведь жизнь многогранна. Хочется и того, и того, и третьего, и десятого. Если вы уже мастер по косице, можете подсвечивать хоть десять кадров в одном сеансе с косицей. Если способны сосредоточиться на всех этих кадрах, пока держите косицу. И еще, что немаловажно, все эти кадры не должны противоречить друг другу. Вообще, любые ваши кадры не должны входить в противоречие между собой. Но вообще, лучше на один сеанс с косицей тратить только один кадр. Так и надежней, и путаницы не возникает. Остальные кадры тоже отдельно в течение дня. Можно по нескольку раз подсвечивать разные кадры поодиночке. Главное – систематически. Вопрос, возможно, часто повторяющийся, но он такой. Я не чувствую косицу, не понимаю, когда ее включить. Ни физически, ни энергетически ее не ощущаю. Но когда пробую делать легкие мелочи, сесть в автобусе на определенное место, получить что-то – все работает. При этом, повторюсь, момента включения косицы не происходит. Или мне так думается. Я не напрягаюсь, не напрягаю мышцы. Может, не стоит ждать какого-то тепла или энергии между лопаток и просто представлять, что она там есть? Техника великолепная. Очень хочу разобраться. Если не чувствуете косицу, значит, либо вообще не чувствуете свою энергетику, либо косица у вас сильно атрофирована. То, что не используется, атрофируется, подобно мышцам. Ее надо развивать постоянными упражнениями. Поработайте с энергиями, как это описано в главе «Косица с потоками». Предположим, она у вас атрофирована. Но это не значит, что на простейших вещах она не будет работать. Достаточно обратить внимание на место между лопатками, даже если ничего не чувствуете, и подсветить кадр. Этого будет достаточно. В книге «Жрица и Тфат» сама жрица поначалу тоже не чувствовала никакой косицы. Придет время...